Шойгу заявил, что Россия будет воевать до 2025 года. Вернувшихся мобилизованных снова пытаются отправить на войну, а Песков не хочет комментировать видео с избиением Никиты Журавеля. Кроме того, на том же самом совещании Министерство обороны предъявило публике командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Правда, только по видеосвязи. Еще вчера официальный Киев заявил о смерти Соколова. Ведомство опубликовало фотографии заседания коллегии обороны. На них видно, что во встрече участвует командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов. В понедельник силы специальных операций Украины сообщили, что адмирал погиб после атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Сейчас украинская сторона говорит, что проверяет эту информацию. Добавлю, что накануне Пресс-служба сил специальных операций ВСУ заявила, что помимо Соколова погибли еще 33 офицера. Ну и, видимо, чтобы продолжить войну до 2025 года, Министерству обороны опять понадобились старые мобилизованные. Их, уже вернувшихся с фронта, снова пытаются отправить на войну. В противном случае мобилизованным угрожают тюремными сроками. Например, Владимиру Ростову из Екатеринбурга грозит пять лет колонии за дезертирство. Об этом сообщают РИА Новости. Ростов уже ездил в зону боевых действий, однако вернулся из-за обострения хронического заболевания. В России он прошел лечение, затем его направили на реабилитацию. В этот момент Владимиру сообщили о необходимости явиться в военную часть. Сделать он этого не смог из-за плохого самочувствия. В итоге на Ростову завели уголовное дело. А вот в Уфе на участника войны Антона Яковлева возбудили уголовное дело за самовольное оставление военной части. Об этом сообщает издание 7 на 7. Яковлев вернулся с войны после того, как его старший брат попал в автокатастрофу и впал в кому. Мама Антона Яковлева не могла одна ухаживать за старшим сыном из-за инвалидности. Пока семья собирала документы об опекунстве над недееспособным членом семьи, за Антоном явились из военкомата. Сейчас мужчину ожидает допрос по заведенному уголовному делу. И еще один случай. Издание Тайга сообщает, что в Туве мобилизованного Адыгжи Оржака приговорили к пяти годам колонии за оставление воинской части. Мужчина вернулся с фронта, чтобы помочь семье, жене и троим детям. Ну и продолжаем говорить про войну. ВСУ ударили ракеты «Хаймерс» по командному пункту российских военных в Херсонской области. Об этом сообщают украинские СМИ. В результате удара, по их информации, убиты восемь российских офицеров, семеро ранены. Во время атаки в здании проходило ежедневное совещание российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии. Российская страна информацию о погибших, как обычно, не комментирует. Ну вот российская военная полиция тем временем избивает и пытает своих же военных. Об этом рассказал военнослужащий 71-го мотострелкового полка Арсен Тимираев. По его словам, 24 сентября его и двух его сослуживцев избили в оккупированном городе Токмак. Сотрудники военной полиции уложили военных лицами в пол и, ничего не объясняя, начали их бить, в том числе прикладами оружия по голове и телу. Затем Тимираева пытали. Просто нас воткнули, нас просто втоптали, нас уничтожили. Когда я лежал на полу, рядом с моим ухом выстрелили целый рожок магазина с автомата. Ну, то, что я глух, это, конечно, мелочь, но раскаленный дул автомата мне прижали к спине. Тимираева и его сослуживцы, этнического кабардинца, не только избивали, но и оскорбляли по национальному признаку, утверждает военный. Кремль отказывается говорить с журналистами о сыне Кадырова. Накануне в телеграм-канале главы Чечни было опубликовано видео с тем, как 15-летний сын Кадырова, Адам, бьет человека в СИЗО. Сегодня Дмитрий Песков прокомментировал видео, достаточное для возбуждения уголовного дела, в своеобразной манере. Избитый это волгоградец Никита Журавель, которого обвиняют в сожжении Корана. Кадыров написал, что одобряет поступок своего сына. Я напомню, что Журавель должен был ожидать суда в СИЗО Волгограда, но по личному распоряжению главы СК Александра Бастрыкина и с одобрения Владимира Путина был переведен в изолятор в Грозном. Устроители концерта в годовщину аннексии областей Украины платят участникам массовки по 600 рублей. Это выяснили наши коллеги из «Можем объяснить». Гонорар за год стал вдвое меньше и появился возрастной ценз до 35 лет. На Красной площади 29 сентября пройдет митинг-концерт с интересным названием «Одна страна, одна семья, одна Россия». Он посвящен годовщине аннексии четырех областей Украины. Бюджетники, студенты и платная массовка призваны обеспечить хорошую телевизионную картинку. В 2022 году такой концерт уже был, но на этот раз праздник, видимо, будет поскромнее. Если в тот раз участникам массовки платили до полутора тысяч рублей, то в этом году постоять на концерте предлагают всего за 600. Причем, чтобы получить эти деньги, надо быть готовыми оставаться там до конца, а не просто отсидеть первые полчаса, как бывало прежде. Есть и возрастной ценз. Среди поклонников Путина и его войны у строителей хотят видеть молодые лица до 35. В России продолжаются проблемы с авиацией. Самолет компании «Нордвинд» уже несколько часов не может вылететь из Сочи в Москву. Причина – неработающие двигатели. Пассажиры рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости». Дальше цитата. «Самолет неисправен, двигатель не заводится. Как сказал командир, самолет только с производства и прошел проверку, но еще ни разу не летал. В салоне не работал кондиционер, поэтому около 400 пассажиров, набитого под завязку самолета, вынуждены были провести несколько часов в духоте». «Жесть. В аэропорту Сочи сидим два часа уже, нас не упускают, дышать нечем. Дети просто все мокрые, уже кому-то плохо стало. Вот можете сами посмотреть, что происходит. Как-то надо осветить это, потому что это ужас просто». На момент записи программы половина пассажиров рейса авиакомпании покинули самолет после трехчасовой бани в салоне. Другая половина еще ждет вылета. Люди просто боятся потерять деньги. 20 человек погибли в результате вчерашнего взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе. Вечером 25 сентября возле заправки на трассе у Степана Керта взорвался статонный резервуар с бензином. Всего в результате взрыва пострадали 290 человек. Большинство в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. На данный момент известно о 13 неопознанных телах. Еще 7 человек скончались в больнице. Ситуация осложняется тем, что в Степанакерте не хватает лекарств. Сегодня из в Нагорный Карабах вылетела группа врачей для оказания помощи пострадавшим. Как сообщает Минздрав Армении, в больнице Степанакерта готовят пациентов к перевозке. Все последние дни продолжается эвакуация армянского населения из Карабаха. К утру 26 сентября в Армению въехало 13 550 вынужденных переселенцев. Журналиста Ивана Сафронова вывезли в туберкулезную больницу Превсин. Об этом сообщил телеграм-канал его группы поддержки. В больнице у Сафронова взяли кровь, сделали ЭКГ и флюорографию. При этом, как пишет его группа поддержки, Сафронов абсолютно здоров, но ждет распределения в одиночной палате приемного отделения. Информации о том, куда журналист отправится дальше, у группы поддержки нет. Напомню, что Иван Сафронов был осужден на 22 года по обвинению в госизмене и отбывал наказание в одной из колоний Красноярского края. Об этапировании Сафронова из этой колонии стало известно 13 сентября, однако куда вывезли журналисты не сообщалось до сегодняшнего дня. Это все новости, которые мы хотели вам рассказать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите другие наши видео. Они уже появляются вокруг меня. С вами был Юрий Белят. Пока и берегите себя.